Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще на нас по какой-то причине не подписались, рекомендуем это сделать. Ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. В том числе и обзоры на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и обзоры технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Наш сегодняшний обзор будет носить ознакомительный характер и познакомить мы вас сегодня хотим с автомобилем, который, скорее всего, вы можете рассмотреть к покупке, если бюджет достаточно ограничен, но при этом хочется максимально свежий авто. Причем использовать эту машину планируется, но преимущественно, скажем, в городе, когда вопросы удобства парковки и экономии топлива выходят на первый план перед всеми остальными. Предшественник этого автомобиля разошелся достаточно солидным тиражом, особенно это касается продаж на родине, в самой Японии. Ну а сегодня мы поговорим про второе поколение модели. Встречайте нашего представителя семейства кейкаров – Daihatsumira IS. Daihatsumira IS – это второе поколение модели, появившееся в 2017 году. У себя на родине эта машина известна также под именем Toyota Pixis Epoch или Subaru Pleo Plus. Выпускается модель по сей день. По части моторов какого-либо разнообразия здесь не предлагалось. Только 49 лошадиных сил с двигателем объемом 0,7 литра, причем только в атмосферном варианте. Коробки передач сугубо вариаторные, а по части привода – передний либо полный, на выбор покупателя. Наш сегодняшний экземпляр – это как раз-таки переднеприводный вариант, без пробега по России, пробег по Японии 75 тысяч километров, 2017 год. Само собой, принадлежность автомобиля к классу кейкаров диктует определенные ограничения на габаритные размеры, закладываемые при проектировании машины. Длина нашего компактного хэтчбэка – 3,39 метра, высота – 1,5, а ширина – 1,47 метра. Колесная база при этом составляет 2,45 метра. Машинка получилась не только компактной, но и весьма маневренной. Радиус разворота минимальный – 4,40 метра. Что касается кузова в плане толщины лакокрасочного покрытия, то в данном случае, как и большинство небольших компактных автомобилей, ориентированных сугубо на японский рынок, эта машина будет окрашена достаточно тонким слоем краски. В микронах порядка 80-100-120 микрон. Конечно, при осмотре подобной малышки делайте поправку на погрешность измерения, но в целом цифры более 120-140 микрон на элементе должны вас насторожить. В этом случае речь вполне может идти про косметический окрас. Что касается стойкости кузова к коррозии, то, как водится при покупке праворульного автомобиля, особое внимание уделяйте состоянию кузова в плане ржавчины, если речь идет про полноприводные версии, которые эксплуатируются в основной своей массе в северных регионах Японии, где в ходу реагенты. Но и в случае с передним приводом пропускать фазу осмотра на подъемнике мы вам не рекомендуем, хотя бы из соображений обнаружения по низу следов ремонта кузова, его силовой структуры в тех же самых лонжеронах. Как и большинство автомобилей компакт-класса для внутреннего японского рынка, эта машина не слишком-то хорошо знакома с антикоррозийной защитой с завода. Поэтому, если вы планируете эксплуатировать подобный автомобиль в течение очень долгого времени, рекомендуем озаботиться дополнительной антикоррозийной обработкой. Лишней точно не будет. Ну а осмотр автомобиля по традиции начнем с багажника. Багажник в маленьком компактном хэтчбеке по определению не порадует нас огромным объемом. При поднятой спинке заднего сидения длина багажного проема здесь всего-навсего порядка 40 сантиметров. Правда, высота багажного отделения при этом порядка 74. Ширина багажного проема в данном случае это 90 сантиметров, примерно посредине. Так что, если вам нужно перевести здесь нечто более габаритное, чем пара небольших пакетов из супермаркета, вам придется складывать спинку заднего сидения. Она здесь сплошная, складывается достаточно легко и быстро. И в этом случае вы сможете загрузить сюда что-то длиной до метр двадцать. Ну а если сложить еще спинку переднего сидения, а груз у вас будет достаточно длинный, но при этом узкий, вы можете рассчитывать на погрузочную длину порядка метра шестидесяти. По части каких-либо дополнительных фишек в багажнике говорить здесь по большому счету не о чем. Автомобильчик очень простой, под фальшполом у нас набор для ремонта пробитого колеса, герметик плюс компрессор, домкрат, вороток и, собственно говоря, буксировочная петля. Все это пенопластовая корыта можно отсюда извлечь, но более никаких интересных вещей мы с вами здесь не увидим. Что касается салона, в данном случае места по ширине не так уж и много. Мой локоть практически упирается в данном случае в дверь, но это и понятно с поправкой на то, что габаритная ширина самого автомобиля очень и очень небольшая. Что касается удобства посадки, при росте метра восемьдесят шесть мне удалось достаточно быстро подобрать для себя оптимальную посадку за рулем. Водительское сидение имеет диапазон регулировок, причем достаточно широкий. Если я отодвигаюсь до упора назад, то я вытягиваю левую ногу полностью, при этом носок моей ноги еще не касается пола. Регулировки по высоте кресла в нашей комплектации не предусмотрено, как, собственно говоря, и регулировки рулевой колонки. Ее здесь также нет. Приходится подстраиваться по старинке за счет корректировки длины и наклона спинки кресла. Что касается клавиш, то наша комплектация ими явно не перегружена. У нас самый обычный кондиционер, все здесь на довольно-таки удобных крутилках, начиная от регулировки температуры, заканчивая направлением воздушных потоков и скоростью вентилятора, клавиши включения кондиционера, подогрев заднего стекла, аварийка и блок клавиш управляющих опциями, что называется, активной безопасности. Система контроля дистанции, система стабилизации, здесь же старт-стоп и система автоматического переключения светофар ближний-дальний, которая, кстати говоря, достаточно удобна в повседневном использовании. По части разного рода ниш бардачков и подстаканников, здесь два подстаканника традиционной круглой формы для водителя и пассажира, плоское пространство, куда можно бросить, например, мобильный телефон, либо тот же самый блокнот, ручку, ключи, возможно, что-то подобное, и достаточно скромного объема перчаточный ящик. Ну, в принципе, больше, наверное, здесь и не нужно. Ну, а по части обзорности Daihatsu Mira ES не слишком-то отличается от большинства своих аналогов класса кейкаров. С обзорностью здесь в целом все нормально, не сказать, что здесь сильно широкие передние стойки, и при этом достаточно объемные для такого маленького автомобиля зеркала. Так что вопросов по части удобства езды в городском потоке здесь явно не будет. Ну, а теперь давайте посмотрим, что происходит на заднем сидении. Что касается пространства сзади, на самом деле, с учетом компактности автомобиля, его здесь более чем достаточно. Я сейчас сижу сам за собой, и при этом колени у меня, не сказать, что упираются в спинку переднего сидения. Запас места над головой есть, хоть он и небольшой, под правой рукой у нас подлокотник. Слева, естественно, никаких подлокотников нет. Само сидение достаточно узкое, рассчитано на двух пассажиров, собственно говоря, больше сюда и не поместится. Ну, а профиль сидений с цельным подголовником очень напоминает таковые ВАЗ-2107. К услугам задних пассажиров в данном случае подстаканники или подбутыльники, лучше так их назвать, в самих дверных картах по низу, и клавиши электростеклоподъемников. Что касается двигателя, то в данном случае вариант был один-единственный. Этот мотор носит наименование КФВЕ. Это крайне распространенный на рынке Японии агрегат. Ставился он на очень большое количество моделей, причем на протяжении достаточно большого периода времени, в плане годов выпуска этих самых моделей. Поэтому мотор очень распространенный и весьма-весьма хорошо изученный. Объем 0,7 литра, мощность 49 лошадиных сил. На Daihatsu Mira ES этот мотор устанавливался только в единственном атмосферном варианте. По конфигурации это рядник. Здесь три цилиндра, по четыре клапана на цилиндр. Есть фазовращатель на впускном валу, обычный распределенный впрыск топлива и цепной привод ГРМ. Цепь в данном случае это пластинчатая цепь Морзе. К очень большим пробегам вполне вероятно столкнуться с растяжением этой самой цепи и с необходимостью ее замены. Но по большому счету основная масса проблем данной силовой установки связана не с конструктивной особенностью, а скорее с безалаберным отношением предыдущего владельца автомобиля в плане эксплуатации. Больше всего эти моторы на самом деле не любят длительных интервалов замены масла и использования некондиционных жидкостей. По большому счету основная беда этих двигателей связана с образованием нагара, в том числе и внутри клапанного механизма. Отчасти этому способствует и наличие здесь системы рециркуляции отработавших газов ЕГР. Систему эту необходимо поддерживать в рабочем состоянии и периодически чистить. Кстати говоря, гидрокомпенсаторов зазоров клапанов на этих моторах нет и в случае чего регулировкой придется заниматься вручную. К плюсам данных агрегатов однозначно относится топливная экономичность. Маленький автомобильчик с этим двигателем в городском цикле вряд ли съест больше чем 4,5-5 литров на 100 км пути. Если говорить про летнюю эксплуатацию. Ну а для поездок на трассе такие автомобили как правило не берут. Что касается ресурс этой силовой установки, если вы будете вовремя менять масло, не заливать сюда что попало и также не допускать перегревов агрегата, данный мотор проходит в ваших руках порядка 250 тысяч километров пробега, ну а в некоторых случаях может быть даже больше. Ну а если страшное все же произойдет и ваш мотор засобирается на покой, то контрактный агрегат будет стоить дешевле чем двигатель на большую часть других автомобилей и прочих марок. Купить подобный контрактный мотор даже в нынешних условиях по достаточно высоким ценам будет возможно в пределах 40 тысяч рублей. То же самое можно сказать и про коробку. В отличии от мира первого поколения на вторую генерацию вставилась только вариаторная коробка и с полным и с передним приводом тоже. Ресурс вариатора вполне достаточен, свои 200 тысяч километров эти коробки способны выходить. Помните о том, что вариатор крайне чувствителен к качеству и частоте рабочей жидкости. Меняйте масло вовремя раз в 40 тысяч километров с фильтрами и эта трансмиссия прослужит вам так же долго как двигатель. Что касается подвески Daihatsu Mira ES, то она традиционна для данного класса автомобилей. Спереди у нас используется MacPherson, но сзади подвеска будет зависимая. В случае с переднеприводным автомобилем у нас балка. Передняя подвеска настолько простая, что здесь даже отсутствует стабилизатор поперечной устойчивости. По сути дела, сайлентблоки в передних рычагах, нижние шаровые опоры, да рулевые тяги с наконечниками. Вот и все, что по части расходников может потребовать от вас замены. Причем далеко не сразу. А шаровые опоры, кстати говоря, в данном случае запрессованы в рычаги и по идее должны меняться с ними в сборе. Стоимость контрактных рычагов на данный момент времени колеблется в диапазоне 3-3,5 тысячи рублей за штуку, кстати говоря. Если говорить про новые запчасти, то ценник может быть несколько повыше. Естественно, при осмотре автомобиля обращайте внимание на сухость агрегатов. Как правило, подобные машинки приходят из Японии без какой-либо дополнительной защиты картера. Поэтому стык мотора и коробки, в принципе, очень хорошо доступен для обзора. То же самое касается поддона двигателя, поддона коробки передач. Также обратите внимание на то, чтобы не было никаких подтеков и запотеваний масла на теплообменнике. Здесь он очень хорошо просматривается снизу. На всякий пожарный проконтролируйте этот момент также. Рулевое управление в данном случае у нас имеет электроусилитель. Соответственно, рейка на данном автомобиле никогда и ниоткуда у вас не потечет. Но проверьте ее на отсутствие люфта на всякий случай. Ну и пока мы здесь, в передней части автомобиля. Пару слов про клиренс. Самые низкие точки в данном случае по передней части, это непосредственно брызговички под передним бампером и брызговики за передними колесами. Расстояние от брызговиков до земли это 13 см за колесом и даже меньше этой отметки спереди, порядка 12 см. Но если брать расстояние до бампера, прибавляйте где-то 2-2,5 см. А также имейте в виду, что одна из низших точек в передней части автомобиля это непосредственно выхлопная труба. Так что при проезде неровностей про эту особенность не лишний будет помнить, дабы нигде ее не оставить. Что касается задней подвески, здесь у нас балка, сайленблоки на балке и втулки на амортизаторах. Больше по большому счету здесь смотреть нечего. А тормозные механизмы сзади у нас барабанные. Соответственно при покупке подобного автомобиля с большим пробегом порядка 120-150 тысяч будьте готовы к тому, что возможно придется поменять колодки внутри барабанов. Бак здесь пластиковый, достаточно интересная форма горловина бака также пластиковая, поэтому коррозии по этой части здесь можно не опасаться. Кстати говоря, по части ржавчины именно этот экземпляр весьма и весьма благополучен. Здесь нет даже поверхностного рыжего налета. Таким мы увидели сегодня Daihatsu Mira IS 2017 года выпуска с пробегом 75 тысяч километров по Японии. Надеемся, после просмотра этого короткого обзора у вас сформировалось общее впечатление о том, что представляет собой подобный автомобиль. По традиции обращаемся к нашим подписчикам. Если вы владеете или владели подобным автомобилем, проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, просьба указать все это в комментариях, поскольку людям, которые задумались о приобретении подобного автомобиля, именно ваш комментарий может помочь сделать правильный выбор. Также, если наш сегодняшний обзор оказался вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. Также, если вы заинтересовались именно этим конкретным экземпляром, который мы сегодня вам продемонстрировали, то дополнительную информацию по машине, включая стоимость и, конечно же, наличие, вы можете уточнить по контактной информации в описании под данным видео. Пишите, звоните, задавайте вопросы. На этом все. Всем спасибо. До новых встреч на канале. Пока.